О модных тенденциях стилисты говорят с точки зрения необычных сочетаний предметов в гардеробе. Дизайнеров же чаще всего вдохновляют ткани, их цвета, принты и фактуры. Что будет модно в сезоне «Весна-лето-2019» рассказывает эксперт по текстилю Наталья Лукошкова. С сезона в сезон, из года в год мы носим цветочный принт. В крупных и мелких цветах, графичных и акварельных, легких и плотных. И цветы – это как раз тот самый принт, который позволяет женщине выглядеть максимально женственной, такой девочкой-девочкой. Но он один из самых опасных, потому что даму славянской внешности он может превратить в красавицу сельской местности. Если вы выбираете цветочный принт, пусть цветы будут либо нарисованы детской рукой, либо как с картинной экспрессионистов. То есть что-то в них должно быть необычное, дерзкое. Леопард, зебра, змеиная кожа – это, конечно, один из самых сексуальных, самых провокационных, самых сложных принтов, потому что есть те, которые без него жить не могут, и те, которые его избегают. И дело в том, что как раз-таки дизайнеры и производители текстиля нашли замечательный компромисс. Они леопард покрасили в необычные цвета, стилизовали и расширили категорию дам, которые могут себе его позволить, потому что он более ироничный, более легкий, не такой экспрессивный, не такой агрессивный. Ещё анимация встречается в нарисованных животных. Это могут быть коровы, причём замечательное сочетание коровы с горохом. Это павлины, птицы, кошки. И подобные ткани могут себе позволить как раз-таки дамы с большим чувством юмора, с большой самоиронией. В моде сейчас неоновые цвета. Они яркие, открытые, где-то безапелляционные. И, конечно, кому-то они идут, особенно идут молодому поколению. Если мы говорим про современных женщин, которым чуть больше 20, то, конечно, неоновые цвета — это не совсем их категория. Лучше выбирать цвета пастельные, приглушённые, пыльные, сложные. И если мы выберем монохромный образ, например, в одном цвете, но в разных фактурах, будь то как тавтун и кружево, например, сочетая спортивный бомбер и кружевную комбинацию, получим как раз-таки очень красивый, современный, спокойный, аристократичный образ. Никакой другой цвет так не оттеняет загар летом, как белый. И каких бы он ни был оттенков, сливочный, ванильный или просто чисто белый, он, конечно, выглядит очень свежо, он выдерживает максимальную жару. Конечно, белый — это чистый лист бумаги, и поэтому, если мы говорим про гладкую белую ткань, то необходимо дополнить конструктивные линии, то есть чтобы изделие смотрелось более сложным. Белых тканей сейчас очень много в разных фактурах. Это и шитье, и кроше, и кружево, и органза, и жаккарды. И как раз-таки все эти ткани смогут создать платье, про которое мы говорим, усидеть на всех стульях. В зависимости от того, куда вы наденете белое платье, ему можно и поднять градус торжественности, например, шпилькой, красивыми аксессуарами, или, наоборот, впустившись в повседневность, достаточно просто надеть кеды или сандалии. Так что сейчас очень много тканей, которые универсальны, они дают нам эту возможность. Без чего мы не можем обойтись летом, это без хорошего дождевика. Будь это тринчко, тонорак или парка, в общем, любое стилистическое решение, которое вам ближе. И, конечно, такой плащ будет ультрамодным, если он выполнен в цветах нынешнего сезона. Например, таких как тофи, синяя принцесса, розовый павлин, террариумный мох, куркума, желтая осина. Все это очень художественно звучит и не менее художественно выглядит. Какими бы ни были модные тенденции, но ваш образ должен отражать вашу индивидуальность. Это красная линия, о которой говорят сейчас все стилисты мира. Будьте сами собой, знайте, что вам идёт. Подбирайте ткани, соответственно, своему внутреннему состоянию, чтобы ваш образ был максимально гармоничным, чтобы люди воспринимали вас очень органичной личностью. Здесь два пути. Можно довериться либо профессионалам, либо доверять зеркалу. Продолжение следует...